Сегодня в Ульяновской области стартовал фестиваль боевых искусств Офиса. Первый мастер-класс провел Григорий Дрозд в Крестово-Городищенской средней школе. Звезду мирового бокса вместе с другими членами официальной делегации приветствовала все село от мала до велика. По старинному русскому обряду руководство школы преподнесло гостям хлеб и соль, а мальчишки и девчонки подготовили интересную культурную программу. После теплой встречи делегация отправилась на экскурсию по школе, где первой точкой остановки стал музей. Сегодня там собраны сотни интересных экспонатов, а главная ценность – экспозиция олимпийских мишек. Преподаватель школы Нина Мигунова рассказала нашей съемочной группе, что в этом году школе, в которой учился три года Виктор Чижиков, папа олимпийского мишки, исполняется ровно 175 лет. И вот когда мы начинали пять лет тому назад готовиться, к тем юбилеям еще, в интернете чисто случайно обнаружили заметочку о том, что когда-то здесь во время войны учился эвакуированный из Москвы мальчик Витя Чижиков. Тот самый Чижиков, который впоследствии станет отцом олимпийского мишки, который и мишку сделает прославленным, и наш спорт, как эмблему нашего спорта, ну и нашу школу тоже в какой-то степени. Бурными аплодисментами встречали гостей в актовом зале школьники на торжественной части. С приветственным словом выступили председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин и директор Государственного музея спорта Елена Истягина Елисеева. Вы, по факту, открываете очень-очень знаковое событие. Первый вообще в истории всемирный фестиваль боевых искусств, который проходит под эгидой Всемирной Организации Спорта для всех ТОФИС. Еще раз, такого не было никогда. И задача этого фестиваля сейчас, по факту, одна. Это показать, что люди, которые занимаются спортом, люди, которые стремятся к чему-то, могут практически все. Вот все, что не захотите, вы можете это реализовать. Спорт может быть не только такой звездный высоких достижений, но и спорт для себя, которым человек занимается, преодолевая свою недисциплинированность, свою лень, свои какие-то комплексы или физическую слабость. И все то, что расскажет Григорий, будет важно вам для жизни и любой профессии. Главный герой дня, российский профессиональный боксер и тайбоксер Григорий Дрозд выступил перед школьниками с мотивационной лекцией. Звезда мирового уровня рассказал детям о своем нелегком пути с по спортивной карьерной лестнице к вершинам славы и ответил на интересующие их вопросы. Школьники получили подарки от Российского союза боевых искусств и остались в восторге от мероприятия. Мне очень все понравилось и перед этим я хочу сказать, что меня очень удивляет, что к нам уже четвертый раз приезжают с Москвы. То есть что-то людей зацепило в нашей школе. Это очень приятно и приятно, что каждый год к нам приезжают. Для 60 учеников младших классов именитый спортсмен Григорий Дрозд провел мастер-класс. Мировая звезда научил детей правильно проводить разминку перед основными упражнениями, а также показал несколько своих коронных приемов. Сегодня мы понимаем, что спорт это государственная политика, государственное направление. И мы четко помним слова нашего президента, указ о том, что к 2024 году занимающихся в нашей стране должно вырасти до 55%. Занимающихся физкультурой, спортом, не спортом высших достижений, но вести здоровую жизнь и заниматься спортом. В конце спортивного праздника школьники смогли взять у звезды бокса автографы и сфотографироваться на память вместе с ним и со всеми почетными гостями. Напомним, первый всемирный фестиваль боевых искусств Афиса проходит в Ульяновской области с 13 по 17 сентября. Участниками мероприятия станут более 3000 спортсменов из почти 20 стран. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Улправда ТВ. Руслан Баталов. Новости Улправда ТВ. Руслан Баталов. Новости Улправда ТВ.